Через несколько минут начнется премьера спектакля «Дети Байкала», который рассказывает о народностях нашего региона, о том, как Великое озеро объединяет жителей. Народу в зале сегодня немного, потому как пока спробный, большая аудитория увидит его только в мае. Театр оперы и балета «Кредо» переехал в Ангарск из Донецка. Его режиссер и композитор Дмитрий Родионов родился в Иркутске и почти всю жизнь прожил на Украине. Год назад руководству Дворца культуры «Современник» поступило предложение создать на базе учреждения современный театр нового формата. На пробный показ пригласили журналистов, работников культуры и сотрудников Дворца. Режиссеру важно услышать мнение первых ангарских зрителей. Скажу как руководитель, мне кажется, что это интересно, потому что такого просто, мне кажется, нет. Это такая, ну, то есть новая формация. Поэтому, ну, думаю, увидите и вы сами поймете. Режиссер сразу предупредил, что в музыкальном спектакле почти нет слов. Это философское восприятие жизни, необычный проект и попытка создать уникальное зрелище. Байкал фигурирует достаточно часто, и возник определенный стереотип в подаче данного материала. То есть, да, мы показываем Байкал, скажем, если это видеопроекция, да, у нас звучит музыка. Здесь немножечко все по-другому. Здесь все основано на ассоциативном уровне, на восприятии, субъективном человеческом восприятии. Дети Байкала – это некий симбиоз профессиональных и любительских театров. Помощь в постановке оказали коллективы современника, ангарские солисты. Инструментальную партию исполнил саксофонист, лауреат джазовых конкурсов, сын режиссера Артем Родионов. В Ангарске он будет работать звукорежиссером. Из Украины актеры привезли профессиональную аппаратуру, которую будут использовать в своей работе здесь. В планах у донецкого режиссера создать на базе современника молодежный театр. Подобным он руководил на Украине. При подготовке этой постановки он отметил стремление ангарских артистов к новизне и оригинальности. Из 83 минут полной постановки, которую еще не доработали, показали лишь 53. В конечном варианте зрителю услышат еще живое горловое пение и увидят цирковые номера. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.